В эфире «Утро Корчаева Черкесия» и я вас всех приветствую. А вот будет ли ветер перемен? Сейчас мы узнаем. В северных и южных районах местами чрезвычайная пожароопасность. В большинстве районов республики высокая пожароопасность. В Черкесске без существенных осадков. Ветер северной четверти 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 14, плюс 16, днём плюс 26, плюс 28 градусов. Чрезвычайная пожароопасность. Торжественное открытие выставки конкурса «Город мастеров» состоялся в картинной галерее Государственного историко-культурного и природного музея-заповедника имени Марии Байчуровой. На экспозиции представлены работы мастеров со всей республики. Подробнее расскажет Дарья Тендит. Вот уже на протяжении многих лет мастера Карачаева-Черкесии удивляют и восхищают своим творчеством, талантом и мастерством. Выставка проводится с целью освещения пропаганды лучших традиций изобразительного и декоративно-прикладного искусства и для поддержки народных мастеров, отметил министр культуры Карачаева-Черкесии Зурапа Гирбов. Яркая, настолько качественная, настолько интересная и многогранная продукция представлена на вашей выставке, что невозможно сразу ее охватить взглядом. И нужно, наверное, не один час здесь провести, чтобы в каждую работу всмотреться и оценить качество вашей работы. Уже пообщавшись здесь с коллегами, с профессионалами, с мастерами, можно отметить, что уровень работ, уровень выставки растет. Спасибо, спасибо организаторам. Действительно, выставка радует глаз. На выставке-конкурсе представлены работы самодеятельных мастеров изобразительного и декоративного искусства городов и муниципальных районов нашей республики. Также в течение 10 дней все желающие могут посетить мастер-классы от умельцев. Благодарность участникам выразила заместитель директора Республиканского центра культуры Лариса Бессарабова. Выставка радует глаз всех посетителей, которые вложили в эти работы свою душу, свое творчество. Удачи им в этом поприще, чтобы у них все получалось, чтобы у них хватило сил, творчества, вдохновения на выполнение вот этих своих замечательных работ. И пускай они радуют глаз всех посетителей этой выставки. Отделы культуры муниципальных районов и городских округов, участники выставки-конкурса, презентуют работы своих мастеров. Традиционно внимание публики привлекали работы живописцев, которые представили яркие полотна. Картины из бисера, различные подделки, украшения, элементы одежды, музыкальные инструменты и многое другое. Все работы особенные и выполнены с душой, отметила начальник отдела культуры Хабецкого района Анна Даурова. С большой гордостью представляю работы, так как это наши мастера. Хочется, чтобы об этом узнали, увидели многие. Ну и когда их работы вывозишь, и это нравится, просят номера телефонов для изготовления, на заказ. И у них и самих это стимул появляется. Мы ежегодно принимаем участие и стараемся ежегодно привозить работы новых мастеров. Посетить выставку работ самодеятельных мастеров изобразительного и декоративно-прикладного искусства «Город мастеров» можно до 31 августа. Выставка проводится при поддержке министра культуры Карачаева Черкесии и Республиканского центра народной культуры в рамках Республиканского фестиваля народного творчества «Дорогами памяти и дорогами мира». Дарья Тендит, Алиба Станов, «Вести Карачаева Черкесия». В 9 смотрите «Вести Северный Кавказ», затем программы «Русская редакция», а в 14.30 вместе с Муратом Джанкиозовым смотрите «Вести Карачаева Черкесия». Я желаю хороших выходных, отличного настроения и до встречи!